...кратно дороже изъятия земельных участков, чем построить честные у нас, сбрасывать в речку. Вы в речку сбрасываете, да? ...либо площады, либо мы вертикально взвестили объекты. То есть это кратно дороже. Но мне интересно было, почему, учитывая, что не было таких... ...с точки зрения экономической эффективности. То есть поэтому земельных участков у нас минимальный день объектов, это очень-очень... Еще вопрос, коллеги. А вот в процедуре закупок у вас есть какие-то специфические моменты, продолжения? У ген-проектировщиков или ген-подрядчиков у объектов, где он оказался заказчиком у вас был, по вашим основным? Ну, закупки у нас проводятся, в принципе, по аналогии с сомнодательством, по которым это будет... Да, здесь есть, ну... Небольшие, так скажем, исключения, да, в плане ген-проектированных процедур, да? То есть они у нас меньше, но все равно мы придерживаемся тех правил, да? То есть и создаем, ну, определенные фабрированные речи требования к подрядчикам, да? Ну вот, то есть, ну, отборы проходят... Ну, хотя бы концептуально, то есть у локомотивов по проектированию был какой-то ген-проект? По инженерным сетям, да, по зданиям и сооружениям нет. По дрячьям и по строительству так же? Конечно, конечно. Причем мы принципиально имеем позицию, мы сперва проводим конкурс на проектирование, получаем проектную документацию, прошедшую экспертизу, и потом на основании этой проектной документации проводим конкурс на подряд. То есть вы совмещаете, можно вам сказать. Понятно? То есть у нас были совмещения в начале пути, а сейчас мы приняли решение... А почему отказались? Ну, потому что считаем, что погрешность слишком большая на строительных объемах. Ну, то есть как бы... У нас есть одностадийное проектирование по паркам, ну, долгоустройство. А все, что касается обстроя, идет в пользу. Еще вопрос по вниманиям. Экспертизы, когда к вам заходит инвестор, вы принимаете участие? Может быть, как тех заказчиков, например, строительство или строительные конторы. Или в основном отдаете строительству полностью на отпуск инвесторов и не участие обслуживания. Но это и у них тоже разбирается. Нет, нет, здесь... Да, я думаю, здесь вопрос касается именно строительного надзора, да? Ну, да. То есть, смотрите. Безусловно, на отпуск инвесторов мы строительство не даем. У нас есть два департамента, да, которые... Даже три департамента, которые, так скажем, следят за целевым использованием измененного участка, чтобы инвестор, так скажем, соблюдал, да, все требования, которые у него прописывают в законе. Есть у нас департамент, который проводит регулярные проверки в части исполнения условий договора, да, и также есть у нас департамент строительного надзора, который, соответственно, соблюдает за... Это как общее требование, как всем инвесторам, вы не наплатные основе эти услуги, оказывается, да? Нет, эти услуги не наплатные основе, да, потому что строительный надзор, да, как вы уже поняли из нашего закона, государственный строительный надзор, да, так скажем, он переложен на плечи фонда, вот, и мы осуществляли главную надзорную помощь. Ну, то, что вы просто, ну, сложили две вещи, да, техзаказчик, да, строительный контроль и строительный надзор, вам ответили про одну, то есть технический заказчик и строительный контроль, это дело инвестора. Коммерческие условия привлекают и специализируют организацию, либо делают это сам. Мы можем предлагать такие услуги технического заказчика, у нас существует, соответственно, существует начальное общество. Да, я говорю, может, есть практика коммерциализации вот этой компетенции, которую у вас есть? Есть. Можно сказать. А дальше не общество, это коммерческая организация? Нет. ООО. Тогда еще один вопрос, да, там, в самом законе, как бы, сколько и есть такие моменты, и по тех регулированию, и по градостроительным, там, моментам, да, что вы имеете право использовать стандарты стран, какого-то там, экономического содружества, да, вот этот момент можете, как бы, как теорию вопроса, он в законе расписан, и на практике, как это примиримо ли это у вас применяется, или возможности ограничения, вот, об этом. Ну, вы видите, возможности прописаны, да? Прописаны, да. Но я вам даже скажу, что все эти архитекты, которые именитые, в принципе, разрабатывали спорятную документацию, спорят, как и использовали наши технологии. То есть, свобода есть, но пока ни один инвестор не обратился с такой, ну, скажем так, реализацией такой, какой-нибудь стандартной. Даже Боинг, даже Боинг не обратился. Ну, например, домороченный, например, Татнефть, ему и не надо обращаться с стандартными, дорогой какой-то страны, например. Ну, у него стоит здание какое-то... Давайте технологии. Здание для Боинга, для тренажеров Боинга, строило российские детства. Они потом привезли, привезли, поставили свои тренажеры, ведемые в эксплуатацию «Скальчик». Это технологии. А вдруг он захотел сказать, вот я Боинг, я такую же копию, например, американскую здесь хочу поставить. Но вы сказали, что у нас другие стандарты. Ну, закончик позволяет использовать стандарты Америки. Вам нужно сказать, Боинг с нашим заявителем очень много, да, вот их соглашение, я говорю, вот такое. Поэтому сегодня вот они устанавливают новый, скажем так, тренажер, да, здание предусматривает это, и они пришли в эксплуатацию. Вот как раз эта проектная документация с возможностью, что вот такой новый, ну там, другая, неправда, как он сделает. Здесь лучше, но нельзя привезти пример Ханук. Ханук – это компания по японски роботам, которые хотят построить у нас здание. Да, они пришли со своим типовым проектом, коробку исподобовали, то есть мы им объяснили, что им лучше построить более красивое, изящное, уникальное здание, чтобы это был шоу-рум, и его можно было людям показывать. Они просто сарай наошили в Японии. Все, они приняли решение строить прилично. А если, например, они не согласились дальше, что бы они... Имеют право не согласиться, а потом имеют право не построить суда-то еще. Нет, но закон позволяет... Закон позволяет все на прошлый день, да. Наши технические рекламы и нормы, которые действуют, они позволяют строить их, ну, достаточно эффективно, и нет необходимости. Возможность в законе заложена, то есть если вдруг какой-то результат захочет применить этот стандарт, мы... Вы как? Вы вообще не построите, сказали? А? А? То, как вы же просто сказали, он не построит. Нет, он может обратиться, мы будем рассматривать это все. Мы с ним скажем, как он может... Вот, например, если вы согласитесь, да, а вы как будете экспертиву проводить? Это же другие стандарты. Смотрите, это очень интересный вопрос, на самом деле. Вот этот вопрос задают нам и Винстрои, и Глобус, и так далее, потому что интересный вопрос. Скажем так, сегодня анализ всех норм, да, строительных, скажем, норм проектирования. Кто сегодня сравнил эти нормы? Все только пока говорят. Поэтому в нашем случае у нас процедурно заложено, что если такая норма хочет применить, допустим, какой-то заявитель инвестора, он обращается на документы. Как это происходит? Ну, допустим, я не знаю, ну, может быть, я захотела там, допустим, какую-то особую применить, ну, скажем, нормальную, ну, почему я скажу, ну, допустим, в технологии какой-то, ну, даже трудно сказать. Я имею в виду больше, да, это трудно проектировать. Он должен заявить, к сожалению. Тогда на основании конкретного этого примера, не просто рассказа о том, что какие-то нормы лучшие я хочу по ним строить, а конкретный пример. Допустим, я хочу какую-то арматуру применить пластиковую, например, да, и вопрос, он обращается к нам. Мы рассматриваем этот вопрос, нанимаем, естественно, технического эксперта, который делает заключение об этом. Это заключение техническое, ну, кстати, сегодня это уже на уровне главной экспертизы рассматривается. Техническое заключение становится документом, который ляжет в основу, предусмотренном, в основу проектной документации. Но это техническое заключение должно содержать определенные выводы, соответствие ГОСТа такому-то, либо разработанному такому-то стандарту, чтобы, допустим, та же арматура такого-то типа, она полностью соответствует типу арматур. Ну, например, привяжу более такой, вот, понятно, да? И тогда мы говорим, да, эта арматура может применяться. Эта процедура изложена. Но, как показывает практика, ну, раза два мы где-то с такими заявками работали, как оказалось, они унижеслеспособны. То есть, поэтому вот такой вариант будет. Если появится такой стандарт, ну, вот этот на МНК, кстати, вы можете задать этот вопрос. Там был вопрос, как раз вы израильский. Ну, у нас не мог быть, наверное, арматурой там отливались, но просто там надо, что стоит. Вот, пожалуйста. Максим, скажите, вот, вы говорите, например, на вашей аудитории, да, не от налогов. Вот, ну, существуют разные жители, там, МТУСЭФ, ТОРА, там, ОСЭС. И вот, а на какой период нет налогов? Вот пришел, включил новый стартап. Вот на какой период он освобождается от этих технологий? В 10 лет или в 10 миллиардов рублей? В 10 лет или? По-моему, в 10 миллиардов рублей. Нет. Или в миллиард накопленной прибыли? А, миллиард накопленной прибыли за 10 лет. Ну, за любой прибыли? Да. В 10 лет, либо, если они накопленные прибыли... А, миллиард прибыли в год или 300 миллионов накопленной прибыли. Вот так вот. Ну, то есть, трехступенчатая, либо 10 лет. Ну, то есть, за 10 лет ничего тут не произошло, до свидания. Да. Потом миллиард... Еще вы, коллеги, задали вопрос, то, что у вас минимальный договор от 3 месяцев, а в основном на какой период твой договор олендует? Нет такого понятия. Вот, коллеги просто задали как вопрос, так и получили ответ. Такого понятия нет, на какого периода. Допустим, до черного, что под складирование снега, я даю землю в аренду на 3 месяца. На 3 месяца. Да. А вот по строительной городовой даю на 11 месяцев. Ну, потому что там пока материалы... Вот как раз здесь вопрос важный. Вы даете, в основном, на 11 месяцев для того, чтобы не регистрировать, или у вас есть 5-летний, 10-летний? 5-летний. Я просто не договорился с регистрированием. То есть, есть. В зависимости от потребности. Если человек строит больше двух лет, то есть, мы даем договор, делаем договор с регистрацией. Да, конечно. А если мы делаем объект обстроя, сразу на 49 и все. Конечно, конечно. То есть, все зависит от задачи. У нас есть 20 кВт. То есть, у вас в регионе нарезка идет, там, то есть, 10... Это только напряжение. Это только напряжение. Сразу тянет за собой полностью пересмотр все коммутационные аппаратуры, надзорные, контрольные аппаратуры. А почему им такое решение? Хотелось посмотреть? Что это дает? Это опытная площадка федеральной сетевой компании, которая за свои деньги, полученные, ну, то есть, в рамках тарифа, где я сделала общую площадку. Ну, то есть, опыт опытной площадки. Они считают... Да. Потому что там еще система управления очень-очень серьезная, да. Они считают, что, наработав на этой площадке, на этих сетях 20 кВт, уникальный опыт использования этих сетей в городской среде, они смогут это тиражировать по стране. Эффективность крайне простая. То есть, потери меньше. Ну, то есть, напряжение выше, потери меньше. То есть, на десятке они теряют, там, процентов по 30-40 больше. Ну, там, на сервисе в общей площади. И еще я могу добавить, вот это, наверное, скобина набила, но тем, кто очень интересный, это как раз у меня было. Я забыла сказать самое главное, что все наши проектирования, абсолютно, вся автоматизация, диспетчеризация, как у инвестора, так и у наших объектов, технопарк, скотех и так далее, они связаны на мониторинг и автоматизация, диспетчеризация всего города в определенной диспетчерской площади. То есть, для инвесторов это предложение удобства, там, видеонаблюдения, охрана, там, ну, обещения, само собой и так далее. Поэтому, вот, у нас сегодня, несмотря на то, что все об этом говорят, ну, наверное, в Сколково, это вот уже, ну, как бы, в такой системе уже работы нет. Ну, то есть, не в тех уровнях, которые мы задумали, это еще впереди, потому что, вы видите, какая площадь еще только заявленного проектирования, а уже сегодня работают. Можно ли сказать, что вы соответствуете горному названию города? В принципе, конечно, я могу даже... А можно вопрос задать? Дайте формулировку умного города, а я... И поэтому я сказал горному названию. А? Поэтому я и сказал горному названию. Я поэтому и говорю, оскомина нанила у всех, но у нас уже это существует. Тогда ответить соответственно. Я, конечно, не это, но я, например, когда приводят к нам в центр диспетчеризации, вот, на Мониторе, это большой центр, он еще только по такой ступеньке, уже есть что показать. Да. Ну, я не знаю, кто-то может себя поймал, чтобы такое вы показали, особенно у нас. В общем-то, уже практически обеспечен тот комфорт, о котором мы говорим инвесторам. Комфорт, удобство и бизнес. Хорошо. Еще вопрос, коллега, пожалуйста. Есть какие-то конкретные примеры, вот это некая цивилизация инженерной структуры? Есть, у нас есть. Пару, пару, тут интересного вопроса. Ну, во-первых, автоматически открывающие шашлакбаумы, которые вы видели из производительной территории, которые распознают номер. То есть, видеокамера распознает номер. Не человек катает там этот забор. Это вот первое. Что-то можно было посмотреть. Второе. У нас есть проект СМИС, Центр мониторинга инженерных систем, в который заложена возможность собирать информацию о коммунальных ресурсах, которые по городу, ну, по городу, по поверхности города распределяются, протекаются. Второй пример. У нас есть система стрелка, которая отслеживает скорость движения транспорта, и у нас есть мониторинговая стена в ситуационном центре, которая позволяет распознавать нестандартное поведение людей. Вот, например, видеокамеру на парковку смотрят, человек, например, подъехал, поставил машину, развернулся, ушел. То есть, никакого сигнала, ничего нет. Вторая ситуация. Подъехал человек, и начинает ходить вокруг машины. Машина раз обошел, два обошел, три обошел. Система говорит, что человек ведет себя неадекватно и заостряет внимание надзирающего за эти аспекты. Например, если говорить про инфраструктуру лунного города, например, у нас в коллекторе уложено два 144 жильного оптоволоконного кабеля. И город, с точки зрения передачи данных, это как чугунная сковородка. Мы можем данные передать из любой точки в любую точку в неограниченном количестве. Это к вопросу телемедицины. И таких элементов их много. Насколько они умные, я не знаю. Потому что про искусственные телек много рассуждают. Никто не знает, когда он начнет сам обучаться. То есть, как-то так. Я думаю, много умных решений интересных. Я имею в виду, а экономический эффект они дают? Какой это ощущение? Что значит экономический эффект? Безопасность, комфорт. Какой экономический эффект? Экономический эффект это всегда дешевле. Знаете, приведу хороший пример. Разговоры регионной столицы. Нет, нет, давайте приведу хороший пример. Смотрите, я интервью дал однажды. Спрашивали, вы зачем занимаетесь беспилотным транспортом с Яндекса? Ну вы типа хотите денег с экономик заработать? Беспилотные такси там, то все. Я говорю, представляете, нет. Я хочу, чтобы 15 тысяч человек каждый год не умирало на дорогах. И 100 тысяч на этих дорогах не оставалось инвалидами. Вот это я хочу. И полное безобразие. Это не важно. Но на Борисе у нас тоже престируется беспилотный транспорт. Я как раз и представитель. Вы как отвечаете прессе, зачем вы это делаете? А где есть экономика? Вопросов нет. У вас есть огромный центр, который мониторит инженерную инфраструктуру. Я говорю, позволяет ли это монетизировать энергетику? Вы просто не услышали первую часть. Послушайте, пожалуйста, первую часть. Я повторю. У фонда Сколково нет задачи заработать денег. У нас задача создать среду. В 2010 году, несколько лет назад, здесь были пахотные земли. Здесь было ноль. Понимаете? Сегодня мы по отчетности создали 30 тысяч рабочих мест. Но я поняла вопрос еще с одной стороны. Во-первых, есть у нас проектные решения, которые говорят о том, что... Я же в начале это сказала, что у нас нагрузки по некоторым ресурсам ниже, чем нормативные. За счет чего? За счет того, что проектные решения приняты. Как, например, использование воды, которая очищается и используется как техническую воду. И так далее. Таких решений у нас очень много. А не локали, но я не могу. Потому что много интересных вопросов, которые специалисты бы сразу оценили. Давайте я лучше вопросы задам. Вы-то что собираетесь построить? У нас осталось 20 минут. Расскажите нам, вы-то что собираетесь построить? Задайте вопрос с другой точки зрения. Не как у вас. Расскажите, как нам сделать вот здесь вот то-то, то-то. То есть как-то перефразируйте. Мы как эксперты, как сообщество экспертов могли бы вам сказать, например, мы бы как это сделали на вашем месте. У вас уникальная возможность? Нет, я вопрос задавал с точки зрения, что у нас тоже, ну, концептуально, наверное, чем-то проект похож на ваш. Концептуально, да? Обеспечение некой этой системы для IT-специалистов. Ну, это представитель у нас Иннополиса. Я бы не понимал. Ну, так вы-то задайте вопрос. Я просто как вам ракурс даю. У нас федеральное финансирование было, соответственно, сейчас инфраструктуру мы построили, дальше работаем. У нас задача выходить на самокупаемость и зарабатывать деньги. Инженерная инфраструктура является частью, существенной частью нашего тела, да, ОЗ Иннополис. Мы обеспечим город. И мне интересно было, куда заводят умные технологии, примененные в энергосистеме, потому что мы рассматриваем сейчас их применение с точки зрения монетизации их. Хорошо, а теперь задайте себе вопрос, почему я вас не понял сразу? Потому что мы это по-разному. Финансируем? Нет, нет, неправильный ответ. Давайте я вам отвечу на ваш вопрос. Я не понял вашего вопроса, потому что у меня нет такой головной боли. Я понял. Я это понял? Я это понял. Я это понял? Да вы не слушайте. Вы приехали же послушать, а не рассказать, какой вы умный, да? То есть вы услышите, пожалуйста. Потому что я все коммунальные сети передал ресурсоснабжающим организациям в аренду почти даром. Понимаете, почему у меня это не проблема? Я все, что построил, передал водоканалу, тепловой компании, водостоку и ФСК. У меня нет проблемы с коммунальными сетями. Если она и есть, она у них. Я потребитель. Не всегда эти компании готовы принять эти сети. Подождите. Это вопрос другой. Это вопрос политический. И он решался. На каком юридическом правиле вы передали это? В аренду. Хорошо. А аренда рано или поздно закончится. Амортизационные источники будут сформироваться в случае чего? Мы не амортизируем эти сети в том понимании, в котором вы сейчас это произносите. Мы считаем, что если инновационность этого спорта с амортизированными сетями потребует реновации в сети, будет либо два источника, либо тариф ресурсно-набжевшие организации, которые защитят инвестиционную программу.